Добрый день, уважаемые коллеги! 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 И опыт тех экзоскелетов, которые созданы в мире. Поиск в электронной базе данных, публикации в профильных медицинских журналах, монографиях. Причем глубина поиска должна составлять не менее 10 лет от начала написания. Ну и в последующем, соответственно, также оцениваться текущие публикации, которые идут в уважаемых и валидизированных изданиях. Какие методы использоваться могут в качестве доказательств? Консенсус экспертов, когда мы собираемся рабочей группой и принимаем или не принимаем те или иные позиции. Оценки качества в соответствии с рейтинговой шкалой, индигаторы качественной клинической практики. Экономический анализ. Скажите, коллеги, вот это, мне кажется, один из важнейших вещей, которые необходимо использовать. Зачем создавать технологию для того, чтобы было дешевле, эффективнее и безопаснее? И если мы нашим функционерам Минздрава показываем, что эта технология быстрее и качественно снижает инвалидизацию, социализирует нашего пациента, возвращает его в рабочее состояние и дает ему новую профессию, возможно, то, конечно же, активность по просчету этих клинических рекомендаций включения КСГ будет выше, и это нужно позиционировать. И метод валидизации, конечно, это внешняя экспертная оценка и внутренняя экспертная оценка. Внешняя экспертная оценка – это межведомственные взаимодействия, Минфин, Минюст, Минтруд, да, ну и, конечно же, выход на европейскую, американскую информационную площадку. Если наши коллеги, которые этим занимаются уже, слава богу, 25-30 лет, увидят, что наши работы не менее качественные, хорошо просчитаны и используют современную доказательную базу, конечно же, да, у нас это будет приоритет и как с научной точки зрения, так и, конечно же, для применения. Рейтинговая схема оценки уровня доказательств представлена на слайде, первый, четвертый уровни, вы знаете, конечно, эти составляющие, и мы не будем на них останавливаться, но к этому нужно обязательно участвовать. Каждое слово, которое написано в рекомендациях, каждый метод, который дополняет или расширяет нашу программу по экземной реабилитации, должен быть в соответствии с доказательностью и, соответственно, силой рекомендаций. Они должны идти в скобочках и прописывать, что такой метод расширяет возможность, уровень доказательств такой, сила такая, и тогда мы будем говорить на одном языке. Актуальность, конечно же, высокая актуальность, и сегодняшний с вами симпозиум, семинар, и количество людей, которые пришли сюда, доказывают это, и, конечно же, оно соответствует 323-му закону. Экземная реабилитация начинается со второго этапа, но это не значит, что не нужно думать о ней на первом. Есть так называемые, как вот мы сейчас называем, мы сейчас занимаемся это с реабилитационным центром преодоления, реабилитационные эмиссары или еще комиссары. То есть те люди, которые в реабилитационном центре работая на втором этапе медицинской реабилитации, идут в сосудистые центры, в спинальный центр, в тропотологические центры, и выбирают тех людей, которые будут потребны для использования, в кавычках, конечно, в хорошем смысле этого слова, для медицинской реабилитации. Определяют уровни, марафологические повреждения, мотивацию, дают людям возможность сразу принять решение, в какой реабилитационный центр ехать. Это важно. Как бы это ни страшно звучало, там революционные комиссары или там советские комиссары, но это важно с точки зрения отбора. Мы должны подобрать такого пациента. Но вы знаете, что такое пациент с травмами? Это пациент, который находится в тропологическом дефиците, энергетическом дефиците. У них, как правило, всегда нарушены какие-то те или иные функции среднесосудистой системы, не вертикализированы. И в время первого этапа, уже в отделениях реабилитации, нам нужно подготовить этого пациента для экзонерреабилитации. Таким образом, этот подход начинается с нулевого варианта, с нулевого этапа и продолжается до третьего. Предпосылки. И европейские, и американские рекомендации есть, которые, соответственно, и свежие, и более старые. Наши методические рекомендации, которые прописаны, конечно, не позволяют нам опираться нормативно и методологически на эти составляющие и решать, прописывать рекомендации более качественно. Ситуационная модель пациента достаточно проста. Она уже определена многими нашими экспериментальными работами. Противопоказания, конечно, тоже важны. И мы их описывать будем в обязательном порядке в клинических рекомендациях. Почему я на этом остановился? Да, сейчас, секундочку. Попробуем обратно включиться. Почему я на этом остановился? Базовые противопоказания – это не табу. Это метод, которому нужно будет принимать решение. Допустим, патология висцеральная, значит, какие-либо другие составляющие, допустим, выраженные когнитивно-речевые нарушения, пролежные или какие-то низкий трофологический статус. Есть так называемые абсолютные противопоказания, есть относительные. И нашим пациентам в наших клинических рекомендациях нельзя давать ограничения в полном объеме. Мы должны применить методы прекондиционирования подготовки, чтобы уменьшить противопоказания относительные. И это, конечно, тоже войдет в клинические рекомендации. Графическое представление структуры. Первый этап – отбор пациентов и подготовка прекондиционирования. Второй этап – когда мы уже начинаем работать с пациентами, обеспечивая структурно-функциональные возможности. И третий этап – это структурно-функциональные возможности с продолжением социализации. То есть клинические рекомендации включатся не только в тренировку и обеспечение возможностей вертикализации передвижения, но, конечно же, включают и третий этап – это социализацию возможностей применения в обычной повседневной жизни. Вадим Домирович сегодня замечательно сказал, что есть лаборатории. Ну, я их здесь назвал центрами, но можно назвать и лабораториями. Те базы клинические, которые формироваться будут именно для того, чтобы применить экзонерри-реабилитацию, должны включать в себя определенные центры. Центр реабилитации – сложный форм поражений ЦНС и опорно-двигательного аппарата, где будут эксперты, оценивающие морфологию функцию. Центр виртуальной реакции, биологической обратной связи и функциональной электростимуляции. Почему это важно? Нельзя постичь все. Нужно узко заточить обретеленные центры, которые позволят нам на высоком качественном уровне, экспертном уровне провести. И мы этапно можем проводить этого пациента через эти центры, которые будут увеличивать его функциональные возможности, но не раскачивать его с точки зрения направления. Люди и поликлиники должны понимать, что здесь экспертный центр по виртуальной реальности БОСО, и он социализирует. Здесь центр, который, соответственно, занимается болевыми синдромами, и отсюда мы можем использовать. И таким образом мы правильно сформируем логистику перемещения. И наше с вами государство скажет, да, мы распределять финансы будем таким образом, чтобы все это было реально сделано. Конечно же, мультидисциплинарная бригада. Один невролог и один травматолог-ортопед проблему не решит. Бригада работает и формирует, соответственно, индивидуальную программу, которая основана на так называемом революционной необходимости, которая обсуждается, чтобы не было ни целевого использования государственных средств, возможностью достижения поставленных целей и, возможно, помощь в рекондиционировании, определенная способность революционная и, конечно, даже поставленные цели. К чему мы должны дойти? Выйти на работу, стать социально активным, быть реабилитологом после того, как сам перенес ту или иную травму. То есть это обязательные условия. Причем по шкале революционной маршрутизации, которая в настоящее время применяется, есть определенные, так скажем, метрики или формы, которые оценивают эффективность. Вот ни в коем случае нам нельзя попасть в ту ситуацию, когда эффективность будет неопределенная. Мы должны ее четко определить, это прописано в клинических рекомендациях. Кто участвует? Большое количество специалистов. Что включено? Общий осмотр, конечно же, неврологическое обследование, травматолог-ортопедическое обследование, исследование физических функций, при физикальном статусе врача ЛФК. Нутритивный статус – очень важный момент для экзонейро-реабилитации. Без еды, без хлеба, без белка, без воды пациенты у нас ходить не могут. У них, соответственно, низкий будет функциональный класс. Это обязательные условия. Лабораторные методы, конечно же, с оценкой метаболизма в последующем. Нейровизуализация, которая нам позволяет четко сказать, для этого пациента нужен экзонейро-реабилитация как реабилитационная технология с функциональной обратной связью, потому что он сможет пойти по следующему самостоятельно или адаптивно, когда неполное повреждение спинного мозга. И мы этому пациенту должны сразу об этом сказать. Функциональные методы нейровизуализации позволяют это сделать. А другому пациенту мы говорим, что у вас экзоскелет будет не только реабилитационная технология и профилактика осложнений, а еще и техническое средство передвижения. И мы на нем акценты делаем и, соответственно, тренируемся для этого. Электронермиография вместе с нейровизуализацией объективизирует проблему, и мы можем наблюдать в том числе и динамику. Это, конечно, уже в клинических рекомендациях введено будет. Ну и, собственно, протоколы, которые уже есть, они будут включены в основу клинических рекомендаций по эффективности, доказательности и возможности применения. Видите, это травматическое болезнь спинного мозга, это пациенты с нарушением мозгового кровопрощения. То есть с чем работать уже есть. Коллеги, приглашаю дальше к взаимодействию. Пишем, работаем. И в следующем году, я думаю, что мы должны уже презентовать на какой-то из реабилитационных конференций первое чтение наших клинических рекомендаций. Ну и, конечно же, от медицинской реабилитации к социализации. Мы видим вопросы, смотрим кино и, соответственно, думаем о том, что это невозможно еще было в 1998 году. А сейчас мы видим, что это возможно. И есть возможности использования современных роботизированных технологий для социализации. Вместе с Экзоатлетом, думаю, справимся с клиническими рекомендациями. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова